Друзья, перед вами, пожалуй, самая технологичная, необычная, радикально уникальная вертушка в мире. Это Rego Planar 10. Как построено большинство проигрателей виниловых дисков? Это увеличение массы, за счет чего уменьшаются искажения. То есть масса, по сути, поглощает ваши резонансы, и тем самым пластинка отделяется от внешнего мира. У нашего же героя абсолютно другой подход. Минимальная масса и максимальная жесткость. Чем меньше весит вертушка, тем меньше всех этих пресловутых искажений и вибраций, которые, к сожалению, портят наш звук. Аналоговый звук. Ну, по крайней мере, так говорят Рой Ганди и его инженеры. Давайте же вместе разбираться, друзья, в чем уникальность данной вертушки, и почему большинство аудиофильских изданий, такие как Stereo File, Air, What Hi-Fi ставит ее в ранг лучших виниловых проигрателей в мире. В свое время Рега реализовала свои самые смелые идеи и инновации в проигрывателе NIAID, который стоил 45 тысяч долларов и был безумно сложен в производстве. Именно поэтому он не стал серийным. Уникальной особенностью NIAID был дорогостоящий, сложнейший в изготовлении керамический подшипник, практически исключающий трение. Именно поэтому данная модель не ушла в серийное производство, а стала памятником технологий, этаким концептом наподобие самолета North American X-15. На практике технические наработки NIAID впервые зародились в Planar 8 и дали свои плоды в нашем сегодняшнем герое Planar 10. Проигратели в сборе перед вами, и первое, что бросается в глаза, крышка защитная, она пластиковая и абсолютно не предназначена для постоянного использования. То есть, либо вы ставите ее, либо убираете. Ну, по-хорошему она, в принципе, не нужна. У англичан точно все в порядке со вкусом. Посмотрите, как распорки сочетаются с опорным диском и вот этим вот белым фетром, который мы сейчас уберем, и... Ух, тяжелый. Если быть точным, он весит 2 килограмма, порядка 200 граммов. Этот диск изготовлен для Rego по спецзаказу компании, который делает носовые обтекатели к ракетам, друзья, представьте. Из того же порошка керамического оксида, который подвергся прессованию. Концентрация массы сосредоточена на краях диска, тем самым создается эффект маховика, который, в свою очередь, обеспечивает более стабильную скорость вращения. Слышите этот звук, друзья? Звучит просто великолепно. А мы еще не слушали на нем пластинки. Взгляните на этот стол. Он сделал из сверхлегкого пенополиуретана Toncast 8, который зажат, вот он вот сам материал, между двумя слоями HPL, ламината высокого давления. Смысл этой конструкции в том, чтобы создать максимально жесткое и легкое основание. Опять же, по ощущениям, очень гладкий материал. И, вы знаете, он похож на пластик, а вот этот вот материал, ну, что-то типа пенопласта. Как вы знаете, друзья, три ножки более устойчивы, чем четыре. Это значит, что на любой поверхности проигратель будет стоять очень уверенно. Визитная карточка Rego – это распорка между опорным подшипником и тонармом RB3000. Вот она. И она сделана абсолютно из разных материалов. Верхняя часть сделана из керамики, а нижняя – из фенольной смолы. Инженеры Rego утверждают, что смешение данных материалов уменьшает резонансы. Как мы знаем, на примере нашего обзора Planar 3, эти распорки увеличивают жесткость между подшипником и рычагом без значительного увеличения массы. Внедрение данной конструкции в серийный образец занял у инженеров Rego больше года. Кстати, пару слов о ремнях. Их два, и давайте их снимем аккуратненько. Первый, второй. Rego производит данные ремни своими силами из так называемого EPDM – этилен, пропилен, диеновый мономер. А разработал этот материал некий химик, тоже специально для англичан. Фантастика, друзья! Пару слов о тонарме RB3000. Это один из самых совершенных тонармов от Rego. Он сделан из литого хромированного алюминия. Он очень легкий, без клея, без пластиковых деталей. Ручная работа, друзья! Он оснащен специально подобранными японскими подшипниками ABEX с максимально строгими допусками. Устанавливаем вес нашей головки. Кстати, на борту у нас софета 3 с подвижной катушкой. Она оснащена сверхмощным неодиновым магнитом, сделанным специально для Rego. Гарантия на эту головку пожизненная. Подшипник с виду фундаментальный, но все технологии у него внутри. Он значительно улучшен по сравнению с планаром 8. Специально для вас, друзья! Только послушайте, как он выходит. Оу! Идеально подогнанный! Просто космическая точность! Настоящие мастера, англичане! В данном случае используется цельный алюминиевый поддон, шпендель из закаленной стали, вращающийся в заказном латунном корпусе. Цепление с диском, кстати, тоже улучшено по сравнению с предыдущим планаром, что обеспечивает большую стабильность работы. Ощущение, что держишь в руках какую-то космическую вещь, что она сделана не руками человека, а какими-то умельцами Сальдебарана. Возвращаем на место. Опа! Видите, воздух не выходит. Он сопротивляется. Посмотрите, друзья! Кабели несъемные. Я сейчас откручу и посмотрю, как же они припаяны. Вы знаете, достаточно хорошо. И очень легкий материал, алюминий, однозначно. Давайте взглянем на второй кабель. Тоже все достойно. Молодцы, Рего! Ручная работа. С другой стороны, их нельзя снять. Это большой минус, я считаю. Рейтинг, друзья! По звуку я считаю, что эта вертушка заслуживает однозначно 10 баллов. Если можно было поставить 12, то я бы поставил именно столько. Потому что, скажу честно, я не большой любитель аналогового звука. И мне больше нравится Tidal, либо на худой конец диски прослушивать вертушки. Это немножко не мое, потому что я немного ленивый. И мне всегда тяжело дойти, вставить пластинку. И на них нельзя переключать треки. Но вы знаете, когда включаешь вот этот аппарат, когда ставишь пластинку, свою любимую пластинку, например, George Michael Older, вы просто будете шокированы. По крайней мере, я был шокирован тем, что этот аппарат воспроизводит звук максимально чисто. Басы очень точные, быстрые. Такое ощущение, что слушаешь не аналоговый звук, а цифровой в хорошем смысле слова. То есть паузы максимально тихие, переходы, все слышно. Это просто потрясающая работа инженеров Rego. И вы знаете, я слушал много вертушек, но вот это, пожалуй, моя будет любимая. И если ставить домой проигрыватель виниловых пластинок, то однозначно Rego Planar 10. Либо не ставить вообще ничего. Функционально это устройство заслуживает 8 баллов, потому что шнуры, опять же, несъемные. Я не понимаю, друзья из Rego, почему вы не сделали съемные шнуры? Ну да, у вас написано, что это крутые шнуры, тут хайд перформанс, тонаром, кейбл, направление, все дела. Но я хочу поставить свой кабель, например, WireWord. Ну почему я не могу это сделать? Это первый момент. Второй момент. Крышка. Вот так вот постоянно прицеливаться. Вот я попал вот сейчас, да? А обычно я не попадаю. Не то, что у меня проблема с координацией, но это не дело. Причем, как я понял, что на пластинку эту крышку лучше не ставить. Производитель дает пожизненную гарантию на все компоненты. Это значит, что он уверен в том, что это устройство не сломается. И у меня нет предпосылок не верить им, потому что все сделано качественно. Да, стол очень легкий, он какой-то хлипкий с виду, но с другой стороны, я думаю, что с ним будет все хорошо, если вы не будете на него ставить бокалы с вином или использовать этот проигрыватель в других целях, нежели как прослушивание своей любимой музыки. Поэтому десятка. Дизайн, друзья, вы сами все видели. Просто поставьте этот проигрыватель на полку, пригласите людей, которые абсолютно не связаны с музыкой. И первое, что они будут спрашивать у вас, что это за штука, что за космический аппарат стоит у вас на полке, потому что это действительно уникальная вещь, которая привлекает внимание. Плюс ко всему этот блок питания внешний. Ну, только что вот эта крышка пластиковая мне не очень нравится. А в остальном это просто супер бомбическая вещь, если говорить на молодежном сленге. А если говорить на нашем сленге, потрясающий качественный продукт. Эргономичность 10 баллов. И вы знаете почему? Потому что вот этот блок питания внешний позволяет регулировать скорость 33 оборота, либо 45. Это безумно удобно, потому что вы можете миксовать свои пластинки. Поставили на 45, нажали кнопку, он играет. Поставили на 33, нажали кнопку, и опять же все играет. Не надо, как в некоторых проигрывателях, снимать диск, что-то там регулировать. Просто нажали кнопку, и вуаля. Плюс ко всему вы можете его поместить на полку ниже, на полку выше, либо левее, правее. И оставить во главе, так сказать, композиции сам виниловый проигрыватель. Без дополнительных компонентов. Цена-качество 10 баллов. Рега уже долгое время идет по своей дорожке, которая отличается от большинства. Они не делают сверхмассивные тяжелые проигрыватели. Они делают сверхлегкие технологичные вертушки, которые выдают сумасшедший звук по качеству и повлеченности. Вы знаете, вот эта вещь, это сродни болиду Формула-1. Она максимально напичкана технологиями. И купив ее, вы точно не разочаруетесь. Даю вам гарантию. Друзья, если вам понравился ролик, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, расскажите своим друзьям, кто любит хороший качественный звук. Потому что для нас важен каждый голос и это позволяет нам развиваться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...